Короче, сейчас позвонил Стасян, говорит, быстро приезжай, у меня здесь есть сюрприз для вас. Побежали смотреть. Охренеть. Смотри, смотри. Булки, провалки. Ну как ты? Тебе, да? Что это такое, Стасян? А, это что-то нормально, мы плавали. Ты что, прибабахал к этому велику катамаран, что ли? Ну, а что? Ну, в общем, прикол, что эта система, короче, подходит под все 26-е велосипеды. Смотрите, тормоза и крепление колеса. Две точки с этой стороны, две точки с этой. Переставляется на любой вел, можно взять куда угодно с собой. И переправиться через речку, через озеро, да хоть по морю плыть. Все съемное, все прикручено на болтах. Здесь передняя оси, здесь вместо тормозов. Потому что на воде, мне кажется, тормоза особо не нужны. Но перед тем, как мы поедем на испытания, я хочу очень тщательно всю электрику заизолировать, чтобы у нас тут ничего не замкнуло и не бомбануло. Сейчас мы засиликонимся. Давай-давай еще, не жалей. Прям кучу. Давай вот так перевернем. Ну, как вы думаете, ребят, замкнет или не замкнет? Предлагаю ее намазать и здесь, и здесь. Хоть бы она воду не пустила. А то будет хорошо. Опа, смотри, как она классно вошла. Ответственный момент. На, у меня как жирно. Давай, вот туда, давай. Все, скотч есть? На всякий случай, чтобы пока оно скинет. Мы ездили на нем и в Крым, и на Эльбрус, и даже в Чернобыль мы съездили на этом одном контроллере. И он до сих пор живой. Сказалось бы, просто китайский. Самый дешевый, и что, лягу, вывозят как. Вы же поняли, что мы после того, что сделаем из него аквавелосипед, снимем нашу установочку и проедемся на нем под водой. Полное погружение, ребят. И докажем всем, что электровелосипеды могут работать даже под водой. Вот этот аккумулятор мы будем топить. Вы сами увидите, что с ним случится. Ой, еб, пара, что ты. Ага, сюда тоже пугался. Пугался. Да елки шпалки, все правильно. Чего оно так бомбит? Попробуй, что-то вообще, работает оно или нет. Прямо какая-то ядерная машина. Я сам шучу. Мне кажется, оно так грести будет, что, мама, не горюй. Поедем пробовать наш водный велосипед. Все, давайте. Что, меняемся нам бамбук? Вот это вот. Ну, он 200 прет. Вообще, как пуля. Движок от Бентли. Редкая машина, вообще пушка. Крылья только приделать и будет летать. Приехали, ребят, мы на точку. А здесь народу полно. Спуск нормальный? А вот, Лень, вот. Помнишь, что там дети игрались? Нормальный пологий спуск. А, там тоже, кстати, есть спуск. Думаешь, туда проехаться? Да, можно. Нам же надо, чтобы дно такое было, чтобы мы могли ехать по нему. Ну, понятно. Вода, огонь просто. Ох, горячая. Ну, что, разоружаем. Так, цепь все в порядке. Смазано. Миксер. Ребят, это вообще, это просто какая-то ядерная штукенция. Начнем мотать. Нормально, не будем. Нет, погоди, погоди. Может, приподнять? Давай приподниму. Нет, погоди, тут все стены. А, на, идем, аникель. Так, мотает баклапку. А скучий настолько громкий, что мы мешаем отдыхающим отдыхать. Извините за беспокойство. А, ничего. Да не отвлекаем вас. Не мешаем. Это мы-то отвлекаем вас. Все. Сейчас затянем, сейчас все затянет. Мотно собрано. Новая цепь. Все прям сияет. Сколько цепь стоит, Стося? 200 рублей. Самая главная деталь. Вот и все. Все стоит уже. Мы замазываем разъемы солидолом, для того, чтобы он отталкивал воду. Как вы думаете, защитит он от замыкания? Или замкнул сразу? И туда сразу, Маш, во все щели. Как сейчас? Ну, прям в контакты. Так, смотрите, ребят, сейчас искрнет чуть-чуть. Солидол сглушил. Пробуем. Звук вообще адов. Все нормально. Мне кажется, жопа сейчас сразу утонет. Тарунь, нормально. Ну, что? Ответственный момент. Надо, да? Или нормально? Нет, так я же еще сяду. Да, он сейчас. Видишь, и он утонет. Мне надо, чтобы этот был не сильно в воде. Надо еще дополнительные ставить. Ёбару. Не вода себе. Ты дыма тише. Да где чуть-чуть вообще? Короче, сейчас небольшие доработочки. Поставим дополнительные баклажки. Замотаем пакетом аккумулятор. Че, он как раз по нему подплялся. Ёбару, палки. Ну, че, ле, отлично держится. Нормально держится. А ну, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Нормально тут пошло. Он, кстати, в воде тише работает. Ты заметил? Поврачивает. Мотор даже в воду не погружается. Так эпично выглядит. Это на педалях? Ну и че, нормально гребешь? Сейчас, по-моему, у тебя дома. Вот это там бурлит, кошмар. Гребу, дали, на педалях. Давай газку. Ты видишь, это фонтан. Цепшее тело, походу. Как теперь назад? Че ты оденешь прямо там? Натянет как-то, считаешь? Конечно. Куда он денется? Ему же как-то вернуться нужно. Нигадайся. Че случилось? А её прям зажувало тут так мощненько. Вот. Есть. Распутал. Красава, Стас. О! 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 Нормально он прет? Да вообще. Ну как? Не, ну лопатят, да, побольше бы. Я просто в этой области еще новичок. И вот, вот, нормальная установка. Вот оно плывет с мотором. Ребят, смотрите, короче, собрался народ. Ну мне кажется, надо будет что-нибудь придумать и приехать еще раз. С мотором у тебя. А, и тот еще закинывает косилку. Да, и тот еще косилку просто. Что колесо снимало, и тебе косилка остановилась. Нормально руль еще работает. Я-то думал, и не падает ничего, да? Да. Мне понравилась. Именно нормальная тема. Что, дайте затестить, а, пацаны. Только ты футболку сними, ты сразу будешь мокрый. Давай, не бойся. Только ногами подорайся. По чуть-чуть. Я чуть-чуть дал. Так аккумулятор прямо льется именно. О! Давай, как лопать! Кошмар! Вы смотрите на это. Прям дозик заморосил. На всю, да? На всю прям. Не, ну хорошо, что ты подплывал. Там фишка, знаешь, в чем? Надо, короче, просто постепенно разгоняться. Ребята решили испытать вдвоем. Залазит Антоха. Вы чего там делаете? Газуй, газуй, газуй. По чуть-чуть. Ну, надо... Ну, что я делаю? Давай будем балансировать. Капец, он погрузился. Вариант. Где, где, где? Ага. Ага, он меня толкает. Ты знаешь, как водный скутер. Турбольные такие ощущения. Я вам скажу, ребят, подальше сверху, как подвижня вроде ездить. Ребят просто ржается мощно. Только уснивая плитка сверху, не векусь. Я цепку по-другому натянул. Ты знаешь, вообще идеально. Я тебе не гнул за три секунды. Я ни разу не спал, а учти, когда туда плыл, я все время на всю газ держал. А я говорю, цепку по-другому, я тебе не гнул. А я ее под низ роликом натянул. Только винты, правда, немного у нас подогнулись. Смотри, чтобы не отломилось. Не, я вроде варил нормально. Все намокло, все промокло. Когда на нем едешь, такое чувство, что под ливнем находишься. На тебя прям вода льется, вот этот поток. Но мы сейчас еще больше увеличим этот поток. Снимем крыло и будет вообще джакузи нахо ящик. Джакузи, да? Джакузи не до слова, сейчас измерили встали. Очень сильно, ребят, гребет. Прям кошмар какой-то. Моментально! Это вообще мощь. Смотрите, моментально поржавело. А вот, лень, на стык, где я варил. Видишь, где температура другая была. Ну что я скажу, мотор холодный. Вообще еле-еле теплый. Вообще не греется. Аккумулятор, вы видите, что в пакете вода внутри. Промок. Но продолжает работать. Солидол держит электричество. Ничего не пробило, ничего не замкнуло. Да, вот смотри. Вообще похер. И током не бьется. А то некоторые говорят, электровелосипед попадет в воду и все, поубивает. Вот, аккумулятор. Я держусь с разных сторон, не чувствую электричества. Вот так вот. Что ты делаешь? Ты не видел, я чуть не нырнул. Так, шо. Сидуха наоборот. Видите ли такое, ребят? О, да-да-да-да-да-да. Ё-моё, че он делает? Реально вела джакузи какой-то устроил с Косян. Вы видели такое, ребят? Огонь. Вообще не все. Слышишь, нормальная девела получилась. Хорошо, что я придумал еще вторую баклажку. А так бы это вообще было провал бы. В общем, круто. Рекомендуем. Делайте себе такую штуку и ездите на озера плавайте. Ну а в следующем ролике мы устроим по-настоящему жесткий подводный тест велосипеда. Полностью погрузим под воду. И попробуем, сможет ли электровелосипед ехать под водой. Не замкнет ли у него проводка и аккумулятор. Только давайте быстрее. Смотрите, много лайков ставьте, чтобы мы успели. Потому что скоро зима. Стоп.